Добрый день, вас приветствует компания Мир Мото 25, обзор мотоцикла Триумф Спидмастер 800. Начинаем с переднего баллона. Резина здесь живая, новая, не репанная, не дубовая. Крыло целое, вот здесь есть небольшая царапина. Вот такая вот вилочка сухая, здесь тоже все сухо. Стаканы без коррозии, без ржавчины. Фара незапескоструенная, здесь у нас кром живой, здесь тоже все живое. Без каких-либо, ну мелкие-мелкие, тут есть скрапления, на камере их даже не видно. Поворотники целые, стекло целое, ручка тормоза немного загнута, либо японцы иногда бывают сами их загибают, но тут просто удара не было, возможно сам загнул. Здесь слайдер без удара, здесь без удара, здесь тоже все целенькое. Далее бак живой, есть небольшая вот здесь притертость. Интересно, он выкрашен, не знаю, с завода это или нет. Каждый раз, когда попадают сюда отпечатки какие-то, либо проводишь чем-то, он имеет такую текстуру, как будто старого, не знаю, старой одежды какой-то, что ли, вот когда джинсы выцветают, что-то вот такое есть. Не знаю, либо это из-за старости покраски, либо изначально, но если это изначально так задумано, то выглядит очень классно. Такую, да, старинную мотоциклу. Вообще, очень интересно сделан. Здесь у нас стоят типа карбюраторы, хотя это по факту уже инжектор идет. Выхлоп. Есть уже вот такие вкрапления, с этим уже ничего не сделать, только если намотать сюда какую-то ленту. Далее лапка тормоза, лапка водителя, резинки живые, все живое. Мотоциклопробег очень маленький, поэтому тут каких-то нюансов нет таких серьезных. Сидушка целая, здесь у нее заплатка. В случае чего, если разрешите забирать этот мотоцикл, мы можем перешить, это все будет бесплатно. Ой, ракал. Здесь у нас кром живой, здесь кром тоже все живое. Лапка пассажира. Здесь у нас труба вся живая, без царапин. Пила не слизана, в идеальном состоянии. Цепь тоже не ржавая, немного есть. Но смазать спокойно будет еще, ездить и ездить. Далее идем сюда. Здесь у нас тормозный диск выработка. Вообще минимальная, на камере видно колодочки. Процентов 20-30. Еще можно поездить. С этой стороны у нас двигатель все чисто, сухо, без каких-либо массовых потеков. Крышка не затертая, живая. Просто надо почистить ее хорошенько. Лапка водителя, лапка приучения передачи, резинки не слизаны. Трубы, здесь все живое, отлично. Аккумулятор живой стоит на нем. Лапка пассажира. Амортизатор, задний тормозной диск. Выработка также несущественная. Колодочки процентов 90-100. Вообще хорошие. Задний баллон у нас процентов 50. Небольшие трещины есть, но я думаю, что ездить можно еще. Крыло целое. Здесь у нас хром живое. Здесь тоже все живое. Везде видно свое отражение. Здесь у нас стекрашки не затускневшие. В принципе, мотоцикл в очень хорошем состоянии. За исключением вот здесь на колене. Это уже от времени. Опять же, где стоял мотоцикл, пробег маленький. Видно, что стоял долго. Возможно, в какой-то очень влажной части Японии. Поэтому есть такие нюансы. Будем заводить. Заводить будем на холодную. Заводим сцеплением. Завелся мотоцикл с полоборота. Пробега 13715. Поворотник левый. Все работает. Правый. Также все работает. Сигнал. Все переключает. Свет горит. Выглядит мотоцикл просто отлично. Мне очень нравится. Свет ближний. Дальний. Все переключает. Можно выбрать. Визуально мотоцикл очень красивый. Брутальный. Свет очень классный. Матовый, черный. Как я и сказал. Такой, как старая одежда. Очень классно выглядит. Не знаю, сделали сами. Какой красавец. Прямо. Работает отлично. Без нареканий. Так выглядит со стороны. Немного погазуем. Без трубы синий дым не валит. Работает хорошо мотоцикл. Двигатель. Завели его второй раз. Первый раз заводили, когда пришел. А если забыл показать, что здесь трещина на стекле. Вот так выглядит. Работает мотоцикл отлично. По двигателю нареканий нет. Хром в принципе живой на мотоцикле. Без нюансов. Только вот здесь трубы. И есть две царапины. Вот это. И вот здесь. При желании, я думаю, можно это аккуратно затампонить. Малеру отдать. Такой вот аппарат. По-моему, 13-й год. Свежий уже достаточно мотоцикл. Пробег маленький. Думаю, что надо брать. Состояние хорошее очень.